Изобретение, представляющее собой прозрачный раствор ацетата, серебра и аммиака, разработали и испытали дагестанские ученые. Новинка предназначена для печати гибкой электроники на полимерной, тканевой или бумажной подложке. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. Новые реакционные серебряные чернила имеют мельчайшие частицы наноразмерного диапазона. Они значительно отличаются от обычных серебросодержащих красок. Свою электрическую проводимость начинают демонстрировать после отжига, уже при температуре 90 градусов по Цельсию. По мнению изобретателя, это является важным ключевым преимуществом. Мы получаем истинный раствор, который имеет много преимуществ в сравнении с традиционными чернилами. В первую очередь, это обеспечивает высокую надежность печати и высокое качество формируемых слоев. Новинка представляет собой прозрачный раствор – ацетата серебра и аммиака. При печати жидкие компоненты быстро испаряются, оставляя на поверхности тонкий металлический слой, обладающий высокой электропроводностью. Серебро у нас используется для того, чтобы достичь высокой значения проводимости в микроэлектродном системе. Для этого возьмем тестер и прогоним наш тест. Как показывают значения, где-то порядка 8 Ом. При учете толщины слоев и ширины, можно сказать, что эти показатели практически соответствуют проводимости объемного материала. Для изготовления серебряных чернил на основе мельчайших частиц требуется всего несколько минут. А на изготовление обычных серебросодержащих красок – несколько часов. Как это, собственно, жидкость превращается в само серебро? Ключевое преимущество новых серебряных чернил – низкая температура обработки. Заслуга наших ученых в том, что они впервые смогли использовать серебро в чернилах в полном объеме. Луиза Раджапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Новости 24, Махачкала.